Субтитры сделал DimaTorzok Я для всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью Я ценю своих подписчиков, я люблю своих подписчиков Поэтому не поленитесь нажать на лайк, подписку, потратить 2 секунды Но за это действительно сделать мне очень сильно приятно Я за это вам скажу большое спасибо А мы, ребята, сейчас будем приступать к самому видео Ну что, ребята, мы начинаем нашу новую серию без модов Как вы заметили, сегодня вступление стало немного короче Сегодня оно было, если я не ошибаюсь, 45 секунд Ребята, я честно стараюсь, я честно пытаюсь И я учитываю ваши пожелания, ваши просьбы И также ваши, можно сказать, жалобы Потому что вам не нравится то, что долгое вступление Значит, ребята, я буду делать его как можно меньше То есть, ну, ради своих подписчиков Поэтому, ребята, если вы рады, напишите в комментарии Хотите ли вы меньше вступлений, то есть короче или нет Я действительно за это скажу вам большое спасибо Также, ребята, сейчас мы будем выдавать себе командный блог Кто не знает, как его выдавать То, ребята, вот Нет, не вот так, а вот так Пишем give Можно свой ник или просто вот эту Собачка.пи То есть, это в округе всем игрокам выдать Но мы играем же одни Поэтому, ребята, также пишем командный блог И выдаем себе командный блог Ух, нифига себе, ребята Это, кстати, самая новая версия снэпшот Это 16W04A Если я не ошибаюсь И смотри, что они начудили Смотри, что они начудили Я играю в гейммоде Смотрите, как мы быстро передвигаемся Ребята, кто не следит за обновлениями То вы тоже, наверное, сейчас удивились Так же, как я это сделал Потому что я, честно, не знал Смотри, как мы быстро взлетаем Как мы быстро опускаемся И как мы быстро летаем в гейммоде Это офигеть, как круто Но, все же, ребята, сейчас мы будем рассматривать не это А будем рассматривать новую команду Которая позволит нам стать Эндер-драконом Если вы заколебались убивать дракона Если для вас в этом нету никакого увлечения Никакого разнообразия То, ребята, в этой серии Вы сами сможете стать драконом Нафиг, прям давакином каким-то Но не драконорожденным А самим драконом Поэтому, ребята, сейчас мы посмотрим Как это все работает Мы ставим командный блог на землю И также прописываем команду Которая уже находится в описании Вы можете зайти, скачать ее Точнее, скопировать И также ставить ее в свой мир Майнкрафта Да, ребята? Мы еще раз поставим командный блог И еще раз пропишем команду заново И поставим тут Always Active То есть всегда активно Для того, чтобы команда всегда работала И ее не нужно было активировать С помощью блока Редстоуна С помощью рычага и многих других способов Ну что, ребята, если вы заметили То, что в вашем мире установилась вот такая Магическая коробочка Это значит то, что команда была успешно активирована Тут вы можете ее выключить Чтобы избежать лагов Тут вы также можете ее включить Дабы вы смогли стать эндер драконом Прописываем чат SetWorldSpawn Это, конечно, если кто-то хочет Для того, чтобы меньше было лагов И если вы пойдете в любой В любой край Хоть куда вы пойдете в вашем мире Майнкрафт Хоть на 10 тысяч блоков в том направлении Чтобы команда продолжала работать Тут, ребята, вы видите рецепты Что нам нужно для того, чтобы стать эндер драконом В первую очередь нам нужно удалить командный блок Потому что он нам больше не пригодится Но нам нужно выдать себе Дракон То есть яйцо дракона, ребята Мы выдаем себе яйцо дракона через команду Потому что в гейммоде, как я знаю, его нету Да, ребята, в гейммоде яйца дракона нету Поэтому, ребята, нам нужно выдать его себе Через саму команду Вы, в принципе, видели Вот сейчас даже на экране вы можете ее заметить Сейчас, ребята, что нам нужно? Нам нужно 64 перья Мы выкидываем одно и другое на землю, и у нас получается яйцо. Яйцо! Яичко у нас получается! И всё, ребята, можно сказать, мы уже сейчас драконы. Что нам нужно для того, чтобы прям полностью стать драконом? Чтобы вот прям взять и превратиться? Нам нужно взять вот это яичко в левую руку. То есть с правой руки яичко переместить в левую. Давайте мы посмотрим. И вы заметили то, что мы превратились в дракона. Первые 60 секунд ваш Майнкрафт будет прогружать вот эти команды. Он будет их обрабатывать. Потому что в первые 60 секунд вы можете заметить вот такие несходства в текстурках. Это означает то, что Майнкрафт начал обработку самой текстурки. Через 60 секунд она стабилизируется и будет всё нормально работать. Поэтому, ребята, давайте подождём 60 секунд. И вот мы вернулись, как вы можете заметить. Всё, всё, всё отлично и всё нормально работает. Текстурки начали нормально прогружаться. Это, ребята, стабильный. Это же Майнкрафт. Поэтому в этом вся фишка. Вам нужно немного подождать. Но чем отличается дракон от нормального плеера? Давайте даже выключим гейммод для того, чтобы вы смогли посмотреть всю прелесть этой команды. В первую очередь смотрите, сколько крутых эффектов нам даёт вот эта команда. Она в первую очередь забирает себе урон от падения. Потому что вы дракон, независимо с какой высоты вы спрыгнете, вы не получите никакого урона. Это очень круто. Вы получаете Fire Resistance, то есть защиту от огня 2. Вы получаете скорость, джамп буст и многое другое. То есть самые различные эффекты. Но, ребята, что самое главное, вам всегда нужно держать яичко в левой руке. Если вы хотите превратиться в обычного человека, вам нужно нажать на буковку F. То есть, кто не знает, в новых версиях Майнкрафта, то есть в новых снэпшотах, вы можете менять левую руку на правую с помощью только одной кнопочки. Нажимаете на F, становитесь драконом. Нажимаете на F, становитесь обычным человеком. Ребята, как называется, вот кто помнит, как называется вот тот мод, где вы убивали какого-то моба и им становились. Если я не помню, вроде Morph или что-то в этом роде. Поэтому, ребята, за одну миллисекунду вы можете превратиться в дракона и стать опять обычным человеком. Вот, ребята. Это действительно очень круто. Опять текстурки начали немного залагивать. Но ни факт, ни суть. Вообще это не важно. Вы можете летать. То есть, вы можете зажать Shift. Вы можете зажать Shift и также начать взлетать. Вы можете также нажимать на Shift. То есть, прям спамить. Но у меня уже началось залипание клавиш. Поэтому, ребята, я не знаю, можете выключить вот это залипание клавиш. Ну что, ребята, давайте мы еще раз подробно рассмотрим все основы полета. Что и как работать. В первую очередь, вам нужно выбрать третий слот в вашем инвентаре. Третий, четвертый, пятый, шестой. Любой, только не первый и только не второй. Прям какой-то стих получился. Ну все, ребята, если вы, допустим, выбрали третий слот. Как вам взлететь вверх? Вы нажимаете на Shift и задерживаете. И вы начинаете потихонечку, потихонечку, спокойненько взлетать. Вот видите ли, я сейчас отпустил Shift. Если мы начнем спамить Shift. У меня, конечно, произошло залипание клавиш. Но все же, ребята, если мы начнем спамить Shift. То вы заметили то, что мы начали подниматься очень и очень и очень высоко. И что самое главное, очень быстро. Давайте мы нажмем пару раз Shift. Вот, допустим. Вот, залипание клавиш. Но все же, смотрите, как мы сумели высоко взлететь. Это, ребята, для того, чтобы вы смогли подниматься в воздух. Это третий, четвертый, пятый и любой другой слот. Запомните, ребята. Сейчас давайте рассмотрим, что же нам делать, когда мы уже поднялись высоко. Вот, допустим, давайте еще раз поднимемся. Вот так, вот так, чтобы просто-напросто у нас не было залипания клавиша. Давайте, поднялись, давай, 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 поднялись, поднялись, поднялись. И выбрали первый слот. Если вы его, ребята, выбрали, это означает то, что вы активировали полет. Значит, вы можете уже летать вперед, да, и вообще в любом направлении. То есть, это как крылья в новых версиях снапшота. То есть, если вы выбрали третий слот, вы не можете летать вперед. Вы можете только подниматься вверх. Вот, видите, ребята? А если вы выбрали первый слот, значит, вы уже можете летать. Поэтому, ребята, запомните. Но это еще не все то, что может дракон. Если вы, например, тоже упадете вниз, вот как вы могли заметить, что я сейчас и сделал, вы не получите никакого урона. Плюс к тому, ваш подарочек будет эта одна пшеница, которая нам, в принципе, нафиг не нужна. Но, ребята, что самое главное вообще? В чем прикол этого эндер-дракона? А в том то, что вы можете убивать своих врагов очень и очень и очень быстро. Также вы можете поджигать большущие леса всего лишь за одну секунду. Что делает второй слот? Он начинает извергать пламя. Вы выбираете второй слот, и, как вы можете заметить, дракон начинает извергать пламя. Вам нужно немного подлететь выше, для того, чтобы вы все-таки могли попасть по дереву. И смотрите, что мы делаем. Прям такая струя огня у вас появляется перед носом. Точнее, вы извергаете ее со своего рта. Прям как настоящий дракон. И вы видите, что происходит. Вы как будто писаете огнем. И это, если честно, очень даже прикольно. Вот это мне действительно очень нравится. Потому что это весело и забавно. Ребята, мы еще раз выберем второй слот, и вы можете поджечь вот это нереально большущее дерево всего лишь за пару секунд. Вам нужно просто-напросто подлететь как можно ближе. Потому что огонь, если я хорошенько понял, огонь распространяется только на 12 блоков вперед. То есть, если вы находитесь в одном месте, а перед вами находится какое-то дерево за 12 блоков до вас, то вы не будете его поджигать. Если до 12 блоков, то вы будете его поджигать. И смотрите, как стремительно оно началось разгораться. То есть, это действительно очень круто. Все, что вам нужно, это просто сжать второй слот и летать. Вот вы можете падать, вы можете опять взлетать. И это очень круто. Леса. Деревянные постройки будут прям в ужасе вот такого злобного дракона, как вы. Поэтому, ребята, будьте посторожнее с этим вторым слотом. Потому что нечаянно вы будете находиться дома, станете драконом. И нечаянно можете просто-напросто поджечь весь ваш дом, если он, конечно, будет состоять с дерева. Поэтому, ребята, будьте поаккуратнее. Как видите, у нас есть Fire Resistance, поэтому нам все равно, что мы будем делать. Мы можем просто забегать в этот дом, в этот замок большущий. Поджигать все, что мы видим, все, что мы заметили. Вот смотрите, ребята, насколько уже разошелся пожар. Поэтому, ребята, будьте аккуратнее. Также, если вы хотите, чтобы я скинул вот эту карту в описании, вы ее смогли скачать. Ребята, пожалуйста, все, что вам нужно, это просто написать в комментариях. Потому что мне нужно знать, хотите ли вы, чтобы я скинул эту карту. Потому что это действительно очень прикольно. Это будто как какой-то замок на каком-то реально очень крутом острове. Тут действительно очень большие, крутые деревья. Поэтому, ребята, если вы хотите, пожалуйста, просто напишите в комментарии. Ну, в принципе, на этом все. То есть, вы видите, что это действительно очень крутая команда. Вы можете летать, вы можете взлетать на... Не хочу, не хочу, не хочу Я падаю, не хочу Дайте мне взлететь Дайте мне взлететь, я не знаю Нет, не нужно Падать в воду, кстати, ребята Если вы упадёте в воду, то вы не сможете летать В принципе, так же, как и на Элитре В ванильном Майнкрафте Ваш полёт закончится, поэтому, ребята С водой будьте поаккуратнее Так же, как вы, можно считать Огненный дракон, потому что Поэтому вода ваш противник Можно и так сказать, будьте поосторожнее с водой Ребята, сейчас мы будем заканчивать Вместе с нашим дракончиком Которым мы стали в этой серии Я надеюсь, что вам понравилась эта серия Поэтому, ребята, не забываем ставить лайки Я даю вам свое обещание Как только мы наберем 2000 лайков Сразу же выходит новая серия Чем быстрее мы сможем это сделать Всей нашей дружной семьей Тем быстрее вы получите новую серию Ребята, хоть через 2 часа Хоть через 3 часа Хоть через 30 минут Если мы сможем набрать 2000 лайков Я сразу же выпускаю новую серию Поэтому, ребята, не поленитесь поставить лайк Это действительно очень важно для меня Я за это вам скажу большое спасибо Каждый подписчик для меня как друг Как вы уже поняли, я с вами общаюсь на протяжении всего видео Я люблю своих подписчиков Поэтому я всех вас, кто еще не подписан Приглашаю вступить в нашу большую дружную семью Все, что вам нужно, это просто нажать на 2 кнопочки Лайк и подписка За это я, ребята, вас всех рассылую Если бы я только мог Я говорю спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца Не каждый это может Многие перематывают, ноги выключают А кто досмотрел Вы реальный молодец Жму вам руку Сейчас мы будем прощаться, ребята Я скажу вам еще раз спасибо за просмотр Пожелаю удачи И также приходите смотреть новое видео Как только оно выйдет Я вас всех жду Я всех приглашаю Поэтому, ребята, тут вам всегда рады Ребята, еще раз Всем спасибо Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok